Работы уже несколько дней подряд ведутся на улице Заводской. Сотрудники ДРСУ «Вираж» восстанавливают дорожное полотно площадью 892 квадратных метра от улицы Краснодарской до Астраханской. Дорожники уже сняли слой старого асфальта. Ещё им предстоит исправить дефекты на покрытии, устранить просадки, вызванные недобросовестно выполненной прокладкой коммуникаций одним из застройщиков, ликвидировать ямы и выровнять канализационные люки. Стоимость работ на данном участке 500 тысяч рублей. Восстановление дорожного полотна производится с использованием нового немецкого катка, который определяет количество необходимых проходов по новому асфальту для достижения нужного уплотнения. Такая техника уже зарекомендовала себя в предыдущих ремонтах. Работы на улице Заводской обещают завершить в течение этой недели. В октябре работы по укладке нового дорожного покрытия пройдут на улицах Лермонтова, Ленина, Трудящихся, Самбурова, Таёжная, Славянская. Кроме того, по две дороги в станице Анапской и в селе Субсех. Сегодня на планерном совещании главой города было сделано замечание в адрес компаний, прокладывающих коммуникации, которые порой к выполнению своих работ относятся безответственно. Так, например, на компанию по прокладке труб на улице Владимирской был составлен протокол за несоблюдение правил благоустройства. Требования администрации, при прокладке коммуникации необходима установка ограждения, а по завершению работ аккуратно восстановить дорожное полотно. Похожая ситуация произошла с дорогой на улице Мирное, при прокладке коммуникаций к новым очистным сооружениям, дорожное полотно на укладку которого в прошлом году было потрачено свыше 40 миллионов рублей. Вместо того, чтобы сделать прокол под дорожным полотном, его просто сняли, а по окончанию работ положили заплатку. Администрация такой подход к выполнению работ не оставила без внимания. На административной комиссии в адрес подрядчика была вынесена претензия и наложен штраф в 30 тысяч рублей. Глава города Сергей Сергеев сделал акцент, что работы по ремонту дорог и прокладке новых коммуникаций необходимы. Они должны выполняться не только в срок и с соблюдением всех правил, но и с уважением к жителям Анапы.